Привет дорогие друзья, меня зовут Костя и с вами снова канал обзоров и самоделок. Сегодня мы рассмотрим очень интересную постройку, которую несколько недель назад я нашел на Алиэкспресс. И тогда я подумал, а почему бы мне не собрать то же самое из своих деталей. Поэтому встречайте, вот такой оружейный склад, оружейная комната или весь мой арсенал. Да, здесь практически все огнестрельное оружие, которое у меня есть. Ну, за редким исключением. Ну что, давайте рассмотрим. Как вы уже могли заметить, здесь есть некие отличия от оригинала. Во-первых, это двойная площадка. Сначала идут светлые элементы, а потом уже крепятся темные. Связано это с тем, что у меня не было одной большой темной площадки, как это должно быть в наборе. Далее, если вы внимательно приглядитесь, то не все крепления для оружия одного цвета. Где-то они серые, где-то они белые, а где-то темно-серые. Это связано с тем, что у меня просто не хватило деталей определенного цвета. Что здесь есть? Во-первых, это вот такой щит, который я добавил от себя. Далее, есть целых два ящика с различным военным арсеналом. Конечно, в оригинале все по-другому. Я здесь набросал все, что у меня было. Во-первых, это вот такое средство связи. Далее, вот такая мачета, вот такой нож. Еще какие-то ножи. Лопата. Здесь различные взрывающиеся элементы. Гранаты, мины. Даже есть вот такой магазин от старого оружия Второй мировой войны. Опять лопата. Вот такой элемент. Вот такой элемент. В общем, мелочевка различного плана, в том числе и бинокль. Есть даже маленький молоточек. Рассмотрим второй ящик. Мне кажется, по наполнению он примерно в том же ключе. Так, что имеется? Какое-то непонятное оружие. Далее, вот такое крепление для винтовки. Бинокль. Еще граната. Это крепление для человечка, чтобы повесить свое обмундирование. Еще средство связи. Ну и, в общем, все по мелочи. Уберем это все обратно. Далее. Здесь есть непонятные мне оружия. Честно, я даже уже не помню, откуда они. Возможно, это то, что подарили мне зрители. Или, может быть, из каких-то наборов. Вот это я помню. Это я покупал с одним человечком. Я даже делал обзор на эту установку. Прикольная, кстати, вещица. Вот такой большой магазин с патронами. Далее. Еще непонятная установка. Вот это вообще, мне кажется, она даже не до конца собрана. И еще вот такая непонятная установка под номером 2. Их целых две штуки. Если вы знаете, откуда это, напишите. Далее рассмотрим вот эту часть, на которой крепятся различные винтовки, оружие и так далее. С этой стороны вот такие китайские элементы. Четыре штуки. Четыре винтовки. Если я не прав, то меня поправьте. Сверху есть как лего элементы, так, возможно, и что-то из бриклинка, брикармса. Но я не покупал. Когда-то мне зрители присылали различные оружия на свое усмотрение. И с этой стороны четыре вот такие винтовки времен Второй мировой войны. Это я тоже покупал уже непосредственно с наборами. Я даже делал обзор. И не поверите, когда-то знал даже их название. Ну, это стандартная леговская. В общем, вот. Так, ну и, конечно, есть очень интересный стол, на котором подарочные элементы, два золотых оружия. Их, кстати, тоже прислал один из зрителей. К сожалению, я даже не помню кто, но, возможно, он меня посмотрит и напишет. Ну, и на самом столе вообще очень-очень старые леговские, не знаю, что это, винтовки, наверное, тоже. Хотя, какие винтовки? Просто, скажем так, оружие. Далее, что есть с этой стороны? В общем, здесь тоже у нас установлены леговские винтовки. Есть даже дробовик. Есть военные дубинки, молотки, гаечные ключи. Во втором ряду тоже различные оружия. Есть даже снайперская винтовка. Есть леговские, есть китайские. Прямо снизу здесь оружие Второй мировой войны. Также оружие из Звездных войнов, если приблизить. Посмотрите. В общем, чего здесь только нет. Как вега, так и китайские аналоги. И вот эти винтовки М16. Их у меня раньше было штук 30, но осталось, как видите, всего примерно 5 штук. Все остальное я высылал с письмами. Был когда-то добрым и дарил в подарок. Сейчас уже ничего не осталось. И здесь различные пистолеты. Китайские, настоящие, бриклинковские и так далее. Ну и здесь, мне кажется, опять леговские пистолеты. Скорее всего из Звездных войнов. Выше есть вот такое подобие гранатомета. Еще какие-то оружия. И еще вот такое оружие Второй мировой войны. Тоже какая-то снайперская винтовка. И напоследок давайте медленно пройдемся по оружейному складу. Чтобы вы смогли рассмотреть еще раз мелкие элементы. Вот такая интересная постройка. И в то же время простая. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. И не забывайте написать комментарий. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Стой! Хочешь знать, когда выйдет следующее видео? Тогда не забудь включить колокольчик. Если, конечно, он у тебя еще не включен. А также подписывайся на нашу официальную группу ВКонтакте. Ссылочка в описании.